Мишель ученый, адвокат, который занимается сферой ВИЧ, ответа на ВИЧ уже более 30 лет. Мишель автор более чем 500 научных статей в различных журналах. Как ученый он руководил французским агентством по исследованиям в области ВИЧ, благодаря которому Франция как страна стала участвовать более тесно в ответе на эпидемию ВИЧ в развитых странах, в Африке, но и в других странах региона. Мишель также занимался и руководством ответа на ВИЧ на глобальном уровне. Мишель был послом Франции по вопросам ВИЧ. Он работал исполнительным директором глобального фонда, благодаря чему внимание глобального фонда на наш регион в то время усилилось. Мишель занимал должность специального посланника по ВИЧ в Восточной Европе по Центральной Азии. Так что, Мишель, вам слово сейчас, и мы продолжим уже дискуссию. Спасибо большое. Добрый день всем. И, Анна, спасибо. Если какая-то трудность встретиться, попрошу перевода. Но попробуем на русском языке. Я так понимаю, что это сегодняшняя встреча, Виталий, это встреча о адвокации и какие темы для нашего региона и какие моды, акции для адвокации нужны. Я об этом чуть подумал, подготовился, но, конечно, самое главное – это от вас слышать и разговор, который потом мы продолжим. Но сперва хочу сказать две-три вещи, что, и это жалко, конечно, сказать, в нашем регионе разговор не идет о ending AIDS, о конца эпидемии. Разговор еще идет о том, как тормозить рост эпидемии, как ее стабилизировать и, может быть, потом увидеть, как эпидемическая кривая может спуститься. Так что наш разговор все-таки должен как-то быть с большим ощущением срочности и необходимости. Срочности и необходимости. В понедельник я участвовал в встрече министров. Вы, наверное, слышали об этом, да? Министры, 10-12 министров региона встречались. Я с голландским правительством готовил эту, извозом эту встречу. И я министрам сказал, что у нас это чувство, насколько дело спешно. Извините, дорогие министры, но я этого в том, что вы говорите, совершенно не чувствую. Так, я думаю, я уверен, но первый пункт такой. Для адвокации осторожно. Мы не говорим о дальнейшем конце эпидемии. Мы говорим о сегодняшнем дне, о будущем году. И у нас огромный кризис в регионе общественного здравоохранения. И нужно спешно к этому обращаться. Вторая вещь, конечно, что в нашем регионе эпидемия, она главным образом и буквально только среди уязвимых групп. И нужно здесь быть очень осторожным. Я не люблю, когда люди говорят с одной стороны о эпидемии среди уязвимых групп, а с другой стороны о эпидемии в обществе, да, или как будто это было разным. Это одно и то же. Эпидемия в уязвимых групп, потому что уязвимые группы не были приняты в обществе. Ну, они сейчас общество. Но это все-таки факт в нашем регионе. И я, как вы, наверное, очень как-то переволновался, когда я видел последние цифры, которые в справке, которые Вадим Покровский публиковал недавно. Говоря, что, ну, например, в Екатеринбурге или в Петербурге распространенность среди людей, пользующихся наркотиками, где-то 50 или 60 процентов. Среди мужчин, имея секс с мужчинами, 20 процентов. И среди секс-работников 15 до 20 процентов. Значит, это значит, что эта распространенность уже достигла такие цифры, что очень, нужно тоже признаться, очень-очень трудно будет как-то идти назад. Так для меня это все-таки кризис, и эпидемия совершенно не контролирована. Вот. Теперь, как вы, адвокаты, как и я, тоже адвокат, но я главным образом хочу говорить о вас. Я могу вам рассказать потом о том, что я делаю, какие мои планы, как, ну, назовем это, ну, дипломат по здравоохранению, но про вас, вот какие у меня пришли мысли. Сперва, я думаю, что в обстоятельствах, где мы сейчас в регионе и главным образом в Российской Федерации, сколько из вас есть в Российской Федерации? Вот. В этих обстоятельствах все-таки ясно, что первая ваша роль – это говорить правду. Да? Вторая роль – это никогда не отставать от активизма. То есть, когда что-то неправильно, когда что-то несправедливо, сразу же выражаться. Никак не потерять, не терять эту, в общем, важную черту активизма. Но в то же время, и это для меня очень важно, теперь уже пора входить в диалог. И это что-то, к чему я, в общем, пришел после многих лет, что, и через дипломатию тоже, что нужно с врагами как-то вести разговор. И я думаю, мы теперь в временах, и еще раз, все это настолько спешно, что мы не можем себе позволить не входить в диалог. Причем у вас огромные силы. Если вы войдете в диалог с органами, с технократами, бюрократами здравоохранения, с полицейскими, с правительством на национальном, на областном или на городском уровне, вы все-таки, вы быстро найдете и почувствуете, что у вас ваше знание и ваши данные о эпидемии настолько лучше того, что на тех данных, которые официальная система имеет. Так что вы можете иметь легитимизацию от того, что вы знаете и понимаете. И, Виталий, я на тебя сейчас смотрю и похвалю ЭКОМ, потому что на встрече в Тбилиси несколько недель тому назад я сразу почувствовал, что те данные, которые вы приносите, те данные, которые вы представили на конференции, просто уникальные данные. Нету правительства в регионе, который имеет такие данные. И причем то, что важно, что эти данные, я, наверное, надеюсь, что вы все видели публикации ЭКОМ или были на сайте, но тоже интересно, что среди рабочих групп вы, когда могли, тоже имели чиновников или людей из системы здравоохранения, которые входили в эту. Так что, еще раз, если я так вижу вашу миссию, сперва быть те посланники правды как-то, да? Те, которые говорят правду. Во-вторых, те, которые спорят, те, которые демонстрируют, те, которые против несправедливости, но в то же время те, которые теперь входят в какой-то конструктивный диалог, потому что, когда во временах кризиса, нужно, чтобы люди все объединялись, да? Вот. Еще раз, этот диалог я вижу на всех уровнях, начиная с областном или в дистрикте. Теперь, что вы можете принести к этому диалогу? Ну, сперва, данные. Еще раз, данные на федеральном уровне в Российской Федерации, в Казахстане, где вы, они очень бедные. Система здравоохранения как-то работает и строит свою стратегию на цифрах новых случаев, на цифрах смертности, на цифрах, сколько денег выдали на антиретравнированную терапию. И это все. А данные, а вы, когда выявляется ВИЧ-спид, вы же знаете, что эти данные, по крайней мере, уже опаздывают на 5-6-7 лет. Причем, вы знаете, что когда человек говорит, я, наверное, я ВИЧ-инфиксирован, потому что я был, я мужчина, имея секс с мужчинами, в многих случаях люди просто ничего не говорят. Так что эти данные совершенно не... Поверить их очень-очень трудно. Не только они опаздывают, но они неправильные. И в-третьих, конечно, очень мало данных о том, что, ну, скажем, такая-то страна или другая будет хвастываться, что мы увеличили настолько-то охват антиретравнированной терапии. Но данных, а сколько людей держатся на антиретравнированной терапии, сколько останавливают, сколько умирают от ВИЧ-спида, даже если самое обстоятельство смерти – это не ВИЧ-спида, но все-таки где-то это ВИЧ-спида, все это пропадает. Так вы именно являетесь в теперешнем контексте кризиса, я думаю, самый лучший источник данных. И я думаю, еще раз, работа ЭКОМ, работа сетей, работа ITPC, РЮ, работа сетей Harm Reduction просто в этом взгляде уникальная и замечательная. Нужно это публиковать, и как можно больше нужно, чтобы, как сделано было ВИЧ-спида, участвовали в этой работе или люди в системе здравоохранения, или люди в академике. Где-то академики и научники, и даже врачей где-то не видно в нашем регионе. Они работают, если они научные, они работают на каких-то других темах, а если они врачи, они настолько, у них нагрузка работы такая, что у них просто нет времени на... Я когда был врачом в академическом госпитале Парижа, в общем, 50% моего времени было на науку, а 50% времени на клиническую работу. Вот, значит, данные. Первое. Второе – это эвалюация, есть такое слово, да, того, что случается. Я не знаю, из какого города вы? Беларусь, Минск. Из Минска, да? Ну, скажем, в Минске. Я не знаю, сколько сейчас людей... Я не знаю, что случается еще раз, как я перед тем, как вы пришли и говорил, с теми людьми, которые начинают антиретровирусную терапию. То есть, как мы... То, что мы называем когорт людей, нету такой горизонтальной эвалюации, что с ним случается. Я думаю, у вас тоже есть способы это знать, потому что вы можете организоваться и приносить эту эвалюацию, которую, еще раз, система не делает. Третье, конечно, очень важный, ваш обзор на цены, как и ITPC. Are you? Эту всю работу ведет. Цены лекарств, доступность лекарств. И четвертое, это, как всегда, четвертое, это тоже, начиная, это возьмет время, но строить... Trustful. Да, да, удоверие как-то, да? Ну, еще раз, нужно, чтобы этот диалог построился. Так, нужно, чтобы те, с которыми вы говорили, они не все плохие, эти чиновники, а вы не все замечательные, да? Нужно, чтобы встреча была, нужно, чтобы разговор был, и нужно, чтобы они доверили и поняли, что вы можете принести много к дискуссии, к стратегии. И последнее, то, что вы, как адвокаты, всегда будете в мире напоминать всем, что, да, что это chase the virus, not the people, и что все эти разговоры не только о цифрах, о больших статистиках на национальном уровне, говоря, что мы похвастываемся, потому что увеличение в России между 2016 и 2017 годом было чуть меньше, чем увеличение случаев между 2015 и 2016 годом. Нет, вы должны всем напоминать, что это эпидемия людей, что люди страдают, что семьи страдают, и что нужно в этом видеть людей и человек, а не только цифры. Это все-таки тоже меня как-то все поражает, хотя мы уже 20 лет как-то после перемены и конца советской системы этот менталитет о цифрах как-то все ежедневно чувствуется. Вот так то, о чем я подумал. Еще раз для вас, адвокатов, я надеюсь, что эти несколькие мысли как-то будут стимулировать дискуссию. Я, конечно, очень рад и очень открыть на беседу. Если хотите, тоже смогу рассказать, что я делаю, но это главным образом поговорить с вами о том, что вы делаете. Спасибо большое, Мишель. Это, конечно же, не панацея, это лишь ваши идеи для обсуждения, но идеи замечательные. Я думаю, сейчас уже у многих появились и какие-то вопросы. Опять же, это наша встреча не для того, чтобы Мишель нам рассказал все волшебные рецепты. Это встреча для того, чтобы поделиться в том числе и мнением сообществ. Рассказать Мишелю, что происходит у нас с нашей точки зрения. В конце концов, Мишель не проживает в нашем регионе. Да, он постоянно у нас находится, может быть, даже больше времени, чем у себя дома, но тем не менее, будет очень важно и полезно услышать. Так что давайте, друзья, вопросы, мнения, предложения, замечания. Оля, да. Спасибо, Мишель, огромное. Здравствуйте. Я хочу сейчас сказать и передать слово Беларуси, Кыргызстану, Казахстану. Вы говорите важные вещи, и у нас есть и опыт, и знания, как проводить исследования. Мы понимаем, какие данные сейчас нужны. Мы делаем криминализацию, ценность и цена, и стоимость для того, чтобы иметь факты. Один серьезный момент в нашем регионе. В Беларуси зарегистрировалась организация «Твой шанс». После регистрации лидер организации был оштрафован по приказу наркоконтроля о том, что за те действия, которые не были до этого вообще никак расценены. Потом следующий этап. Это давление не просто как ресурсное давление, что человек употребляет наркотики. Каждого из нас легко быстро какую-то провокацию сделать для того, чтобы убрать с сцены. Вопрос поддержки международной, региональной для наших лидеров в странах. Было бы важно услышать, как вы чувствуете эту поддержку и что мы можем сделать для того, чтобы люди, которые подали в суд на свою наркологию, за неправильно выставленный, за заведомо ложный диагноз наркотическое опьянение и дошли до Верховного суда и какие состояния, и что происходит в Казахстане. Я вот скажи пару. Да, а в Казахстане о заместительной терапии, да? Да, и в Беларуси какая ситуация? Ну, я... Да, хорошо, я не могу. Нет, пожалуйста. Сейчас. Ага. По той же теме. Нет, это по другой теме немножко. Так, останемся несколько минут на этой теме, да? Скажи, пожалуйста, свое. У нас... Здравствуйте, Мишель. Меня Сергей зовут. Я из Минска. У нас в Беларуси заместительной терапии уже больше 10 лет в Минске. Но вот сама концепция вот заместительной терапии, она у нас перевернута. Почему-то наши, что врачи, что МВД, чиновники, они почему-то считают, что когда человек приходит на заместительную терапию, он сразу должен социализироваться, он сразу должен устроиться на работу и категорически не употреблять вообще никаких наркотиков. То есть у нас за малейшее нарушение выгоняют с программы, понимаете? Вот. И вот этот подход, он очень вредит этому, понимаете? Либо наши чиновники... И этот подход, извините, он философически никак не... Да, он противоречит просто... Противоречит против концепта снижения вреда. Совершенно верно. Мы сейчас начали как бы, ну, я не могу сказать, что конкретно мы инициировали ее. Мы с поддержкой врачей, хороших врачей, которые понимают, как должна работать в заместительной терапии, но мнению, которым не прислушиваются. Попытались инициировать, инициировали новую клиническую, клинический протокол и инструкцию по ЗТМ. Где мы... Я вот уже пациент 9 лет на программе, у меня ребенок родился, дочка у меня есть, у меня все в порядке в жизни. Но вот эта заместительная терапия для меня сейчас стала обузой просто, понимаете. Я вынужден каждый день туда ездить, каждый день. Это очень мешает работе, это мешает воспитанию ребенка. Вот чтобы поехать сюда, вот здесь ребята, которые тоже на заместительной терапии, со мной делятся препаратом, понимаете. Ну, потому что, чтобы там подготовить документы, мне надо было потратить где-то около двух недель. Это переводы, юрист должен был ее оформить, эту справку, ну и так далее. И вроде бы как начали рассматривать эту клиническую, да, возможность выдачи на руки. Внесли под большим очень таким вот прессом с нашей стороны, как от сообщества дружественных врачей. Вроде бы рассмотрели, отправили на согласование в МВД, понимаете. И на этапе вот согласования нам говорят, что этом виновата МВД. Но и Минздрав со своей стороны никак не настаивает на этом. Вот вы сейчас вот здесь на конференции есть Пеневич Дмитрий Леонидович и Мигаль Татьяна Федоровна. Да, да. Вот о чем мы вас хотели бы попросить, чтобы, ну вот как-то, может быть, вы со своей стороны рассказали им, что вы в курсе дела, того, что там происходит. Хорошо? Вот о чем было бы для нас важно. Да. Причем, конечно, Белоруссия где-то хвастается своей программой, да, потому что вы совершенно правы, это одна из первых стран, которая начала с глобальным фондом, поддержкой глобального фонда, хорошую программу. И причем в этой программе есть, как вы и сказали, умные врачи некоторые. Я некоторых психиатров встретил, которые, правда, на очень высоком международном уровне понимания и литературы, и о чем идет речь. Но мы вообще в мире, знаете, это я нужно... Мир все-таки криминализация, пользование наркотиков, все-таки это большинство стран в мирах. И где-то мир и многие страны и политики думают, что если найти какой-то баланс, с одной стороны они криминализируют, с другой они финансируют снижение вреда, и тогда они себя хорошо чувствуют. Я думаю, что в последние три года это меняется. И что еще пять лет тому назад, восемь лет тому назад наша вся акция людей, работающих в этой сфере, и вы, может быть, знаете, что я член глобальной комиссии по наркополитике, мы хотели, чтобы наркополитика сосредоточилась на общественное здоровоохранение. Это было номер один. То есть, даже если это не очень хорошо, но пусть по крайней мере будет ЗТ, это лучше, чем где нету. А теперь уже все это как-то меняется. И я думаю, что теперь все усилия должны идти на декриминализацию. Но сперва, потому что криминализация нас никуда не повела. Во-вторых, потому что это источник вид спида, это источник арестов, это тюрьма, это страдания, это криминал рекорд. Если у вас уголовное наказание когда-нибудь, ваша жизнь совершенно меняется, так, и я вижу теперь даже в регионе этот разговор открывается. Он открылся в Молдове, я еще, и я надеюсь, он серьезно открылся в Грузии. Я там недавно был, два раза, и хотя правительство только что поменялось, парламент должен где-то в июле месяце этого года голосовать на тему декриминализации. Я думаю, что можно менять протоколы и нужно менять протоколы, но если не поменяешь закон и криминализации, все это будет продолжаться. Так наши усилия должны там быть. С Белоруссией нелегко говорить, нелегко. Я один раз встретил вашего президента. Я ему говорю, господин президент, я ему так обращаюсь, да, а он знаете, что я спецпосланник генсекретаря по ВИЛСПИДу в регионе, а он мне говорит, ох, боже мой, если еще СПИД придет к нам, видите, так что эти люди совершенно ничего не понимают, не знакомы, да, так что нужно найти этот диалог, но Белоруссия, она очень волнуется, а как на нее смотрит мир. И Грузия тоже самое. Россия это не важно, но я думаю, в этих странах, в Молдове, но главным образом в Грузии, где-то в Украине, конечно, в Белоруссии очень важный имидж. И нужно на это играть, и да, я, конечно, я буду в Белоруссии в ноябре месяце, когда состоится эта новая встреча о ценах лекарств, но я собираюсь, наверное, приехать отдельно в начале 2019 года с Хелен Кларк. Вы помните Хелен Кларк, нет? Хелен Кларк была директором UNDP, это агентство ООНа по развитию, да, и она теперь тоже член нашей комиссии по наркополитике, и это когда она была директором UNDP, она начала эту программу заместительной терапии, как principal recipient глобальных фондов денег, так она прекрасно эту программу знает, и она очень такой международный человек, я думаю, это принесет какой-то вес к разговору. Спасибо большое, Ирина, на самом деле, ваш пример о Грузии, это яркий пример того, как гражданское общество может повлиять, потому что 5 лет назад, 6 лет назад, нектарепрессивная наркополитика в Грузии может вообще поменяться, но из-за того, что общество, не только потребители, но и все общество выступило против, получились такие изменения, да, понятно, Грузия может смотреть на Европу, но на самом деле мы знаем примеры в Европе в экрессивной наркополитике, так что ситуация вполне возможна в нашем регионе. Виталий, потому что тоже работу, которую гражданское общество совершило в Грузии, это они построили настоящее досье, не только с данными, но они работали с юристами, в общем, они приписали новый закон, и закон, который сейчас будет обсуждается, и на котором будет парламент голосовать, это в общем закон, который был написан гражданским обществом, так никак не нужно недооценивать того, чему вы можете добиться. Вопрос комментарий, там еще два, тогда коротко у нас много вопросов получается, или комментариев, представляете. Мишель, меня зовут Даниил Кашницкий, я социальный исследователь и эксперт по здоровью мигрантов из Москвы, и работаю во всем нашем регионе, и я хочу вам задать вопрос, который я знаю, вы об этом много думаете, который вас тоже беспокоит. Я помню, вы были в Москве на конференции ИКАК, и вы задавали представителю Роспотребнадзора Дементьевой вопрос, какая философия стоит за российской нормой о депортации ВИЧ-положительных мигрантов. То есть, это норма, которая держит большое количество людей в криминализованном состоянии, они не могут ни уехать, ни получать терапию, ни встать на учет для лечения. Я хотел вас спросить, мы, как представители гражданского общества, какие правильные и умные шаги мы должны сделать, чтобы изменить эту ситуацию, и чем, может быть, вы могли бы нам помочь? Ну, я думаю, шаги еще те же. Это собирать данные. И данные не только некоторой истории людей, потому что данные не должны быть только документом с цифрами, да? Еще раз приглашаю смотреть материал, который ЭКОМ, например, собрал. Но тоже экономические данные, потому что не тратить денег и не давать доступа к лечению мигрантам это абсурд и экономически, и со стороны общественного здравоохранения, да? Но теперь Россия должна будет где-то сдвинуться, потому что я так вижу, что страны, как Армения, как Киргизстан, сам Казахстан, Узбекистан начинают очень волноваться. Цифры такие. В Армении где-то 65% новых выявленных случаев два года назад среди людей, которые были мигрантами в Российской Федерации. В Узбекистане это 27%. Огромные цифры. Так что и Казахстан начал как пилот, я думаю, их нужно хвалить, политику уже два года, как они бесплатно лечат туберкулез среди мигрантов и даже мультирезистентный туберкулез так все формы. И начиная с нескольких месяцев тому назад, 3-4 месяца, тоже есть доступ мигрантам к лечению ВИЧ-СПИДа с деньгами глобального фонда. Но даже если это с деньгами глобального фонда, я думаю, в Казахстане транзиция благополучная как-то пойдет и это потом будет на деньги. Так что я надеюсь, что другие страны как-то принимающие мигранты, Казахстан в этом здесь и страна, которую принимает и страна, которая экспортирует, если я могу так выразиться, но это очень хороший пример. Россия об этом серьезно думает. Даже наш Григорий Онищенко, как его, Григорий, да, даже он теперь это приносит. У него вообще специальность это видеть проблемы 5 лет после того, как они начались и но Россия же даже не может оплачиваться антиретроверную терапию на национальной территории. Так с популизмом и с политическим климатом, который сейчас в России, я думаю, очень трудно будет продвинуться на этой проблеме. но ответ на ваш вопрос это цифры истории страдания и экономические данные. Спасибо большое. Представляйтесь. День добрый, Мишель. Меня зовут Зоя Матисова Российская Федерация Российской Коалиции Вечесерисных Организаций и ЛГБТ Инициатив. Вот вы говорили очень правильные вещи, и мы хотим бы им следовать. Это по поводу того, чтобы говорить правду, спорить и выстраивать диалог. Но это две противоположенные абсолютно роли. Потому что если мы говорим правду и спорим, диалог с нами строить не будут. С нами готовы строить диалог, но вы оцениваете уровень коррупции в нашей стране. Мы вам дадим денег, но нарисуйте те цифры, которые мы вам скажем. Это идет везде. И когда господин Онищенко говорит, что он думает, он только думает. Вы видели конференцию господина Путина с президентом Трампом? Мы можем говорить абсолютно фантастические цифры в лицо всему миру. проверять, то есть нам нужны только независимые исследования. Любое исследование, в котором принимает участие государство, оно уже привирает просто цифры. там не может быть натуральных цифр, к сожалению. И это не только для ВИЧ-сервиса. У нас ситуация такая с раком, с диабетом, со всеми. Да. Со всем остальным. По поводу законодательства, новая инициатива. Просто учитывая, что не хватает терапии, не нужно лечить наркопотребителей. Это новый закон, который собирается принимать. Митрополит Кирилл говорит, что это официальная версия церкви. Это комментарий. Как мы можем совместить ваши рекомендации в одном лице? Я просто прошу диалог выстраивать с других сторон. Зоя, я прекрасно, я конечно понимаю. Я конечно знаю и понимаю все трудности. И тоже я вижу и чувствую, как вы, ну конечно вы гораздо больше, чем я, чувствуете ежедневно насколько все-таки вещь меняется и как-то более теско теперь, более тяжело в Российской Федерации. Но принципы они все те же, да? И смущаться, и кричать, когда нужно, и вести диалог. и всегда говорить правду, да? Эти принципы мы, конечно, обстоятельства могут быть разными. Я, например, я согласен с вами, диалог иметь на федеральном уровне сейчас просто не стоит. Я сколько лет, я не знаю, 20 лет говорю с правительством Российской Федерации о снижении вреда. Они после того, как я писал о том, о как остановили ЗТ в Крыму, два года со мной никто не говорил в Российской Федерации, и визы не давали. Так что я это... Но может быть на областном уровне, может быть на городском уровне эти принципы легче. например, в Санкт-Петербурге, все-таки сам город президента тоже, да, я там... Есть организации, которые финансируют обмен шприцев на деньгах муниципалитета. Так что я в Казани, мне тоже кажется, Нижние пруды, несколько городов, где я был, и где мне чувствуется, что такой диалог конструктивный все-таки может способиться, да? Видите? Вот такой ответ. Но подумать, что на федеральном уровне с одного дня до другого изменится законодательство после одного разговора или нескольких разговоров, конечно, этого ничего не случится. Абсолютно верно. И, наверное, еще заметить нужно, что в некоторых городах России на муниципальном уровне поддерживаются и проекты МСМ. Да. Спасибо, что вы с нами. У меня комментарий, наверное, я хочу возразить по поводу попыток в единостороннем порядке налаживать с государством диалог. Это немножечко так сарказм, чтобы просто мысль в эту сторону двинуть. У нас сейчас вот эти все даркнетные движения. Первое, мы давно же обсуждали, что самый большой вред это негуманная наркополитика, это репрессии со стороны полиции. Это самый большой и самый обоснованный барьер для доступа к лечению. Я понимаю, звучать сейчас будет, может быть, как непрофессионально или может быть как-то по-другому, непривычно нашему обычному режиму работы, но, может быть, нам стоит уже начать избавлять потребителей наркотиков от опасности быть репрессированными. Они это делают сами. Они сейчас наняли профессионалов в очень многих областях, изучают электрики, все особенности безопасности интернета, проводят тренинги, дают рекомендации, спасают из задержания. Для меня это было... Я хочу сказать, что пока мы стареем, работаем, я был настолько в шоке после 20 лет работы в снижении вреда, что сейчас там есть того, что просто волосы дыло. Там наркологический сервис был, который... Я только могла согласиться с этим. Спасибо. Добрый день. Суть избытка с Литвы. Несмотря на то, что Литва одна из евросоюзских стран, государство не может такого быть, что в евросоюзском стране не были человеческие права присматриваться. Но в реальности Литва является первой страной Европой союзой по евросоюзу по передозировкам. Сейчас с антиретровирусными речениями тоже большая проблема. То есть декларироваться вещи, используются деньги, но Литва есть из этих стран, которые ВИЧ-эпидемия растет, она не остановилась. Если еще 10 лет назад мы знали, что из всех случаев ВИЧ-80 составляет потребители, так сейчас некоторое время не было тестов. и сейчас у нас в статистике потребителей составляют 12% только. Еще я хотел сказать слово тоже. здесь. Да. Я тоже из Литвы. Приятно вас здесь видеть. Я немножко прокомментирую, что недоговорил мой коллега. На сегодняшний день Литва европейское государство, которое одно из первых начало программ и инициировало программы по заместительной терапии, программы harm редакшн вступили уже очень давно. В прошлом году был принят очень жесткий декриминализированный закон, который декриминализировал употребление наркотиков, криминализировал, да, очень жесткий криминализированный закон, который криминализировал употребление наркотиков и криминализировал те минимальные количества, которые ты можешь иметь для личного употребления. В связи с чем мы уже в течение второго года наблюдаем 20-процентный рост новых случаев среди потребителей наркотиков. И вот какие вы дадите нам рекомендации, как нам выстраивать адвокационную работу, чтобы вот эта вот криминализация ее... Спасибо. Спасибо. Но сперва я должен сказать, что ваша госпожа министр, который вчера был на этой встрече, сама сказала, что есть рост ВИЧ-спида среди наркоупотребителей в Литве. Во-вторых, конечно, одна проблема с Евросоюзом – это то, что по наркополитике каждая страна может делать, что хочет. Так что у вас с одной стороны Чехская республика совершенно декриминализовала, я к этому вернусь через минуточку, наркоупотребление, а есть страны, которые... Где эти пороги очень такие... Ну, она еще не в Евросоюзе, да? Мы говорим о Евросоюзе сейчас. Надеется, я знаю. Вот. Я еще... Насколько эвалюация... Я хочу, Зоя, снова к принципам вернуться, потому что если ты не смотришь на принципы, а смотришь только на ежедневные трудности, не двигаешься, да? Так, вот история Чехской республики. В 1989 году президент Ваклав Хавель приходит в парламент и говорит, товарищи, это еще было в Чехословакии, да? Товарищи, я вас прошу декриминализировать все наркоупотребление, потому что я думаю, что это право на приват, на частную жизнь, да? Я курю, и вы знаете, он много курил, я пью сливович или что-то там, я не знаю точно, что они пьют. Но почему им нет за это никакого наказания, а я не могу пользоваться наркотиком, даже если я никому не буду вредить, да? Тогда парламент декриминализовал. Десять лет после этого новое правительство, новый парламент, да, консервативный, они решают рекриминализацию. Но из-за того, что было столько дискуссий 10 лет до этого, они решают в то же время, как меняют закон, поставить эвалюацию независимую, ученую, да? И три года после этого эта эвалюация показала, что хуже, результат хуже. В общем, та ситуация, о которой вы говорите, Светлана, и коллега тоже говорит из Литвы. И парламент, когда увидел эти данные эвалюации, решил редекриминализовать после рекриминализации, да? Я думаю, это изумительная история, которую мы должны все как-то держать, потому что это значит, что законодательства, они могут быть изменены. И я только что был до того, как мы здесь беседуем, я был на каком-то радиошоу, и я говорил о России тоже. Я говорил, что когда законы против общественного здравоохранения, нужно менять законы даже, а не продолжать страданиям здравоохранения, да? Так что законы можно менять, хотя нам все будут говорить, и вам, Зоя, говорят ежедневно, что это невозможно, да? Невозможно, что у нас такой закон, у нас такая культура, у нас такая традиция, у нас такая история, мы не как все другие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok